Привет, ребята! Лето в самом разгаре, а в красно-белом большие скидки. Поэтому сегодня у меня на обзоре вино со скидкой. Вот такая бутылка. Габарда Гарнача Бланка. Такой редкий сорт винограда. Гляньте, пробочка брендированная такая интересная. Итак, насчет скидок. Сейчас я эту бутылочку открою. Вот так. Поехали. Отлично. Очень интересная штука такая. Открывается на раз-два. Мне ее подарили на день рождения. Классная. Так, налью. Так, пробочка прессованная. Вот такая пробочка. Средней длины. С очень приятным ароматом. В коллекцию. Хорошо. Значит так, купил это вино, как вы уже догадались, в красном и белом. За 299 рублей. Цена, конечно, смешная. Я взял эту бутылку, пошел на кассу, уточнил эту цену. Мне сказали, да, 299. Ну, хорошо. Этикетка, конечно, очень лаконичная. Габарда, Гарнача, Бланка. Больше ничего. Видимо, решили сэкономить на этикетке. Ну, хорошо. Читаем дальше. Контр-этикетку. Вино с ротового ординарно сухое белое. Категория ДОП. ДОР. Регион Кариньена. Габарда, Гарнача, Бланка. Год урожая 21-го. Алкоголь 13-й. Страна Испания. Кариньен. Кариньен. Видите, это не защищенное вино, наименование, не... В общем, видимо, сделали из какого-то винограда покупного. Так, что у нас тут описано? Бодегас Игнасио Марин. 21-й год урожая. Дата розлива. 15-й, 08-й, 22-й год. Ну, вот такое винишко. За 299 рублей. Честно говоря, это вообще цена очень смешная. Очень смешная цена. Посмотрим, насколько будет смешно или не смешно это вино. Вино молодое. Золотистый цвет. Какой-то газация. Немножечко. Ну, хорошо. Такой вино я предварительно охладил. Аромат. Аромат. Такой необычный. Запах, мне кажется, запах воска, запах мёда. Запах сена. Какие-то цветы. Не сильно яркий аромат. Такой. Средний. Куда-то он пропадает, этот аромат. Яблоко зелёное. Какие-то цитрусовые. Ну, ладно. Что вы хотите, ребята? Аромат. От вина, которая стоит 299 рублей. До этого она стоила, не помню, рублей 450, по-моему. Ну, Испания, Кореньена, Гарнача, Бланка. Ну, в принципе, средний такой нос. Ничего в нём выдающегося нет. Хорошо. Давайте пробовать это вино. Вино сухое, белое. Незащищённым местом происхождения, незащищёнными указаниями и тому подобное. Просто. Даже не написали, что это столовое вино. Просто вино. Хорошо? Будем пробовать? Очень слабая кислотность. Очень. Кислотность очень низкая, если честно. Вино никак и послевкусие, честно говоря, такое. Вино как будто разваливается во рту. Быстро проходит вкус. Во вкусе, вот, опять же, чувствуется воск, мёд. Такое более сладкое вино. Как полусладкое оно больше ассоциируется. Хотя написано, что вино сухое. Кординарное, сухое и белое. Хм. Очень интересно. Ещё один глоточек. Нет. Если честно, мне это вино вообще не нравится. Оно немножко какое-то водянистое. Быстро вкус проходит. Да, к сожалению, вино не оправдало моих ожиданий. Думал, 300 рублей, сейчас выиграю лотерею. Ничего подобного. Вообще, ребят, вот это вино, даже за 300 рублей, даже я бы на вашем месте даже не стал бы его покупать и за 300, если бы я знал. Такое. Сладенькая водичка, честно говоря. Не очень хорошее, качественное вино. Ну что, бывают и такие вина. Не все же вина должны быть прекрасные, шикарные, великолепные. Нет. Бывают вины вот такие, водянистые, блеклые и очень слабенькие. Ну, может, кому-то понравится. Я не знаю кому, не буду уточнять, кто любит такое сладенькие компотики. Но это вино не сухое, однозначно. Полусладкое. Я бы его назвал как полусладкое. Ну и так, честно говоря, больше мне его даже пробовать и не хочется. Такое неудачное вино. Ну, это все, ребята. Вот такое вино. Габарда. Гарначе бланка. Очень слабенькое вино. На этом все. Пишем комментарии, подписываемся. До свидания. Игорь Негода.